Оскорбить человека, прикрывшись юмором, самый неоднозначный и неуловимый способ высказать правду, защитив себя от ответной реакции. Ведь перед так называемой шуткой можно обезопасить себя, сказав, что я шучу, близко не принимая к сердцу, но тем самым продолжать прямо оскорблять личность. Обидчик тем самым защищен, но легче от этого другому человеку не становится. Чьи это проблемы? Того, кто обижается, воспринимает серьез и не понимает шуток? Или того, кто шутит и не видит границ? А почему у тех, кто наблюдает за этим подшучиванием, может вызывать положительную реакцию веселья? Как защититься от такого и другого юмора, который призван принизить личность? Об этом и другом сегодня в разборе шоу «Что было дальше?». В 2019 году на YouTube появилось новое юмористическое шоу «Что было дальше?». Суть передачи заключается в том, что группу комиков приглашает известную личность. Гостю нужно рассказать забавную историю из своей жизни, но не говорить концовку. Тут как раз и включаются комики, пытаясь угадать, что же было дальше в этой истории. Для гостей это настоящее испытание на стрессоустойчивость. Комики шутят на любые темы и делают это порой жестко, чем и привлекает внимание зрителей. То, как ведут себя комики на шоу, позволяет строить только лишь гипотезы, которые потом нужно дополнительно проверять. Так как юмор для комика – это модель поведения, его социальная роль, амплуа. Нужно четко разделять, что это выступление и это не живой человек. Даже если он, естественно, ведет себя так же и в жизни, это все равно человек выступающий. И во всех выпусках «Что было дальше?», да и на любом юмористическом шоу, комики ведут себя согласно своей роли, подтверждая свой авторитет и свою идентичность. Довольно сложно разглядеть за этой ролью личность человека, особенно когда он заигрывается. Не то чтобы я критикую, ребят, за юмор, я критикую и недоумеваю, почему вы не позволили быть себе настоящими, почему вы не позволили нам показать вас настоящими. Здесь мы часто наталкиваемся на постиронию, состояние, когда искренность становится трудно отличить от иронии. Щербаков, он и правда такой? Периодами, да. Но при этом он не глупый. Он просто в некоторых вопросах, ну, не все понимает. Можно предположить, что для комиков сарказм – это привычная форма общения, норма. И это является важной деталью, которая поможет в дальнейшем сделать вывод о том, как успешно реагировать на ту форму юмора, которая содержится в подобных шоу. Перед тем, как перейти к разбору непосредственно самого формата проведения шоу, предлагаю порассуждать, в чем феномен этой передачи и почему вызывает такой интерес у зрителя. Такого рода шоу не так много. Даже сам формат «Что было дальше?» в новинку не только для нашей страны, но и за рубежом нет подобных аналогов. В США есть, например, шоу «Между двух папоротников», где приглашенные звезды и политики тоже становятся объектом насмешек и троллинга, но без перехода на прямое оскорбление. Но они действительно забавные и гораздо интереснее их смотреть в оригинале. И как же круто понимать весь юмор без перевода и субтитров. Увы, я пока не могу себе этого позволить, так как мой уровень английского оставляет желать лучшего. А необходимость его знать хорошо остается. До недавнего времени мне не попадалось действительно мотивирующего и хорошо организованного обучения, пока я не узнал об онлайн-школе Inglix. Школе уже 8 лет и создали ее опытные филологи. Главный критерий для меня – грамотно выстроенная методика обучения и действительно сильные преподаватели. В Inglix я это нашел. Преподавателя выбираешь сам, есть русскоязычные носители языка. В школе можно найти курс для любой цели, а все уроки проходят на своей интерактивной платформе. Огромный плюс – возможность заниматься из любого места, где есть интернет. Ты сам выбираешь график занятий и можешь бесплатно переносить занятия, а для меня это очень важно, потому что мой график непредсказуем. Еще можно заморозить баланс, поменять преподавателя в любой момент обучения, посещать бесплатные разговорные клубы и так далее. В общем, здесь по-настоящему лояльное отношение к студентам. Если вы также в поиске оптимального варианта для изучения английского, записывайтесь в Inglix, потому что даже первый урок бесплатный проводит его будущий преподаватель. Пора уже, наконец, брать тебя в руки и сделать первый шаг. Ссылку на Inglix я оставлю в описании. А по промокоду МЕНТАЛ – три урока в подарок. А теперь давайте продолжим касательно похожих форматов шоу. Единственный формат, который близок к этому, является прожарка. Там тоже присутствует юмор, который граничит с дестабилизацией гостя путем завалированных оскорблений. Но подобные грубые степы и подшучивания радиоразвлечения публики не ново и является главной составляющей этой передачи. В реальной жизни практически каждый человек был участником, объектом либо свидетелем подобных шуток над кем-то. Кому-то было смешно, кому-то обидно, но это вызывало эмоции. Поэтому с психологической точки зрения в наше время троллинга и буллинга такие шоу пользуются успехом, так как дает выход агрессивной энергии человека. Это весело для публики, потому что ее сейчас трудно чем-то удивить. Обыденные форматы не вызывают эмоционального отклика. Человек подсознательно выбирает всегда то, что ему знакомо, а такие ситуации знакомы многим. Еще одна причина успеха – это с помощью демонстрации таких ситуаций человек получает некий пример, как можно выйти красиво и с достоинством при аналогичных ситуациях в жизни, либо наоборот, как вести себя не стоит. Можно сказать, что это дает некий тренажер, дающий готовые решения поведения в критических ситуациях и моральная подготовка к ним. Ведь мало кому интересна действительная история, рассказанная гостем. Интерес вызывает то, как он справляется с натиском, который на него обрушивается. Третья причина может состоять банально в том, что нам интересно, как раскроется известная личность такой ситуации и проявит свои негативные качества и несовершенства, либо наоборот, удивит и покажет себя с положительной стороны. Зрителю мало интересно поведение какого-нибудь Василия, который работает грузчиком. Есть люди, которые умеют сохранить целостность натуры, характера, несмотря на условия травли. А есть люди, которые подаются провокациям и открывают некоторую негативную сторону своей личности. И вот тут иногда становится очевидным несовершенство какой-либо звезды. И это несовершенство привлекает наше внимание. Теперь предлагаю перейти к рассмотрению поведения в рамках самого шоу. Шоу на YouTube имеет достаточно свободный формат, и комики чувствуют себя довольно расслабленно на своей территории. Об этом говорят их свободные позы. Они чувствуют поддержку от людей своей же идентичности, которые могут при необходимости разогнать, развить шутку. То есть сама форма коллективизма придает уверенность в своих действиях. И наоборот, неуверенность со стороны гостя. Отбиваться тяжело, знаешь почему? Потому что... Подожди, это что? Давайте рассмотрим психогеографию Русадек. Обратите внимание, что стулья расставлены одинаково, что гость находится практически на таком же уровне, как и ведущие. Это выстраивает равные рамки между ними и подсознательно расслабляет человека. Даже если он уже заведомо знает, какого рода будет происходить коммуникация. Эффект для гостя был бы более напряженный, если бы психогеографическое расположение происходило, например, как в суде, где гость находился бы в стороне от ведущих, что определяло бы изначально другие роли поведения, более напряженные и негативные. Но здесь у нас все наоборот. Интересно наблюдать, как комики встречают гостей, как начинают общение с каждым из них. В самом начале всегда выстраивается иерархия. Гость комики. Прощупываются границы. Где грань допустимого? Это нужно, чтобы взять под контроль гостя, понять, что с ним можно и нельзя, так сказать, поделить территорию. И основным методом здесь является провокация на реакцию, как мы увидим далее в разборе отдельных ситуаций. Например, Олег Майами. В самом начале мы сразу видим демонстративное поведение гостя. Майами начинает петь, подчеркивает свой талант, заигрывает со зрителями. Возможно, именно демонстративность и вызвала первую негативную реакцию. Заткнись, сядь! В то же время, так Щербаков демонстрирует неуважение с первых минут, устанавливая таким образом и провоцируя гостя на реакцию. Или, например, в случае с Николаем Соболевым происходит традиционная провокация с самого начала. Слушайте, тут половина адекватного народа, поэтому они вряд ли знают, кто ты вообще нахер такой. Проверка границ, установление иерархии. Соболев улыбается и разводит руками, знает, что его ждет. Цель группы комиков – дестабилизировать гостя, вывести его из равновесия, спровоцировать его на нестандартные реакции, чтобы в последующем развивать это и переводить в свою сторону. Особенно интересно, когда комикам удается выключить гостю чувство юмора и заставить реагировать серьезно. Это особое поле для шуток, когда можно обыграть ситуацию на неадекватность гостя. Дескать, пришел на юмористическую передачу, а шутить-то и не умеет. Чем же пользуются ребята-комики? В их арсенале много инструментов, в том числе и мощная группа поддержки друг друга. Всегда есть кому продолжить тему, шутку, Степу, в отличие от гостя, где он выступает один. Также в ходе передачи используются такие приемы, как демонстративное повторение оговорки гостя, Тема члена — это вечный слеп, тема. Тема члена — вечная члена. Я думал, все за настоящему, а ты, оказывается, не проделся, что я настоящему. Провокация на ошибку гостя, допущение какой-либо малейшей глупости в разговоре. Я же живу в военном городке, папа, военный. Ну, блядь, и бать, он расстроен, конечно, да? Трирование фактов. Я могу... В жопе сиськи? А ты... А что в голове? Бесосков. Парень делали мазочку. Ну, а тут... Я просто тебя затроллил, понимаешь? Повтор за гостем — самый ироничных шуток, усиливающих эффект. Поплевай я. Старый, старый. Ты не очень молодой, получается. Не свежий. Не свежий. Намеренное признание в незнании какого-то известного факта информации относительно гостя, дабы сконфузить его. Сергей, кто не знает автора? Я. Тут половина адекватного народа, поэтому они вряд ли знают, кто ты вообще нахер такой. Прерывание речи гостей и проявление безразличия к тому, о чем он говорит. И буду... Окей, плевать. Давай. Потому что я считаю... Бля, это похуй, что ты считаешь? И что он мне скажи? О, мы догнал. Прости, пожалуйста, я тебя прерву. Краснодаре 3 октября. Было много юмористических и по шассе, в том числе КВ. Тебе 6 лет было? Не, было наплевать в тот момент. Поддержка какого-либо тезиса, сказанного гостем, с целью мнимого чувства поддержки и с целью снизить бдительность гостя, тем самым получая больше шансов на провокацию гостя. А что, ты российский какой-нибудь? Ну, сейчас говорят, да. Да. Так, и что? Это ты. Очень приятно. Взаимно. Алексей, да, здорово. Ты. Да все нормально. Комики строят шутки на ярких и выделяющихся чертах гостей, и основной упор юмора заключен на стереотипах. Это самая банальная и примитивная форма юмора, но эффективна для моральной дестабилизации гостей и не требует времени для подготовки. Мигель, например, шутки про расизм. Если необычная внешность, шутки про уродов, фриков, монстров. Если выглядишь модно или метросексуально, шутки про геев. Яркая или необычная одежда будет осмеяна. Если гости где-то поймали на лжи, шутки про ложь. Черты характера, внешний вид, поведение, самочувствие, любые сплетни и слухи берется совершенно все, что можно выяснить, спародировать. Зачастую гости сами дают повод прямо на шоу, так как в состоянии стресса дают яркие реакции, за которые можно зацепиться. Давайте рассмотрим поведение нескольких гостей, которые, на мой взгляд, очень хорошо описывают технологию юмора и реакцию на них личностей из разных сфер деятельности. Олег Майами. Начал путь к славе со скандального шоу Дом-2. Попал под опеку Фадеева, начал карьеру певца, но не является востребованным исполнителем. Мелькает в разных шоу и конкурсах, старается засветиться, где возможно. После очередной провокации Майами ввязывается в конфликт, отвечая агрессивно. У Амирана шаурма вкусная. Знаешь, не пробовал. Успел распробовать. Вот я не пробовал. А член? Ну вы же работаете тоже, ведь что, вы члены у друга не пробовали? Нет, не пробовали. Таким образом, Майами пытается как-то адаптироваться к шуткам комиков, но в целом плохо справляется с агрессией и часто выходит на конфликт. Так а что, давайте рулите, рассказывайте уже историю. Давай так, если будешь пиздеть, будешь сам рассказывать, понял? Угадывать, что там было дальше. Чем только провоцируют комиков еще больше. Что ты выебываешь? К слову, этот прием называют зеленый виноград. Сохранение своего лица, спасение себя через обвинение другого или когда высказывают показное равнодушие к тому, что сам не в силах достичь. Очередная вспышка гнева от Майами. Так надо продолжить историю, а не, блядь, мою коверкать. Опять провоцируют всех на ответную агрессию. Конфликт продолжается до конца шоу. Полное отсутствие контакта и понимания между гостем и комиками. Когда Майами пытается рассказать историю, большую часть времени смотрит в камеру. Итак, моя история будет про отдых. Можно предположить, что таким образом отгораживается от происходящего, так как нет контакта с комиками и некому рассказать. Снижает возникшую когнитивную нагрузку. Резко меняет агрессию на смех, резкая смена эмоций, импульсивен, неадекватные реакции, очевидно, зашкаливающее состояние стресса. Уязвимое самолюбие моментально обижается и переходит в позицию защиты. Прямое оскорбление, сарказм, выражение презрения на лице. Демонстративностью и понтами вызвал у всех комиков агрессию, что в итоге привело к травле. Понты в случае Майами. Защитная реакция, средство унизить других и возвыситься самому через деньги и красивую жизнь, особенно в ситуации стресса. Это сказал человек, который делает антирекламу Пуме? Нет, я рекламу делаю. Пума, пожалуйста, напишите ему в Директ, пусть порекламирует. Пума, напишите, Олегу Майами, что он долбоёк. Пстань завидовать, пожалуйста. У тебя тоже будет хорошая одежда. Поработай ещё немножко. В итоге, находясь в непривычном для себя контексте, не сумел подобрать нужный инструмент реакции на такие выпады, так как не знал, как правильно реагировать в таких ситуациях. Другие контексты предполагали другие выходы из подобных ситуаций и, возможно, когда-то срабатывали. Но здесь он не оценил правила в рамках этого конкретного шоу. Сами комики, как оказалось, впоследствии сожалели о том, как всё вышло на шоу. С первым гостем не случилось вообще никакого контакта. Не совсем добродушно. И мы как напали, как собаки, чересчур, возможно, временами. Николай Соболев, видеоблогер с большой аудиторией. Освещает самые резонансные события для привлечения подписчиков. Часто является гостем различных, чаще скандальных шоу. В медиапространстве имеет репутацию пафосного, эгоцентричного и самовлюблённого человека. Из-за этой самой репутации у комиков заранее предвзятое отношение. Поэтому в течение шоу много оскорблений, пародий на его самовлюблённость и демонстративное поведение. Он же потом на это обзор сделает. Типа разоблачение. Да вы уже обо мне факты перечислили больше, чем я о себе. Ребята, ну... Николай Соболев выделяет слово меня. Хоча презентация меня. К этому сразу же все цепляются. Считая хорошим поводом высметь яркие черты гостя. Пафос и самовлюблённость. Меня. Тамби делает вид, что не знает Соболева. Называя Сергеем. Я правильно понимаю? Сергей Соболев. Это похоже на принижение значимости. Я даже не знаю, кто ты такой. Провокация на реакцию. Соболев реагирует позитивно, улыбается и подакивает. Он относительно спокойно реагирует на оскорбление. Сколько раз я приходил на передачу «Пусть говоря». Всем похуй. Например, удалить свой канал нахуй. Ты, мутарок, не имеете. Где-то вежливо улыбается, где-то искренне смеется. Есть и такая забавная реакция. Каким? Но в целом в нём виден возникший стресс и сильное волнение. Он осознаёт свои яркие черты. Знает, что его ненавидят за пафос. Сколько у тебя подписчиков? Где-то 4,8, там, 5 миллионов. Но в этом вопросе звучит вызов, обида. Его всё-таки задевать за живое. Но достаточно скромно сейчас. Соболев хорошо умеет излагать мысли, хорошо образован, умеет себя вести в конфликтных и стрессовых ситуациях. Это мы видели и в других видео на моём канале. Может посмеяться над собой. Когда, например, комики смеют лексикон Соболева... Он признаёт, что сейчас в стрессе. Что мы, собственно, можем и наблюдать по его невербальному поведению и активизации вегетативно-нервной системы. И я уже неоднократно давал характеристику своих видео тому, как по невербальным сигналам определить эмоциональное состояние и предлагаю это сделать сейчас вам. В своём инстаграме в истории я размещу небольшое видео с поведением из этой передачи. А вы, в свою очередь, попробуйте провести анализ, отметив сигналы, которые дают точную информацию о поведении человека и его эмоциональном состоянии. Ссылку на инстаграм я добавлю в описании. Переходите и проверяйте свои навыки. А чуть позже я сделаю там же разбор от себя. Соболев делает вид, что угрожает. Ты играешь-то сюда, дядя! Вы меня сейчас доведёте, я сейчас буду, не знаю. Я вас морально уничтожил. Что выдаёт его психологическое бессилие? Попытка взять ситуацию под контроль. Так как по староумию проигрывает. Безусловно, поведение Николая Соболева демонстративно. В каких-то передачах он его утрирует и усиливает, чтобы вызвать соответствующую реакцию. В то же время сам старается не провоцировать и не выходить на конфликт. Здесь мы видим, что Николай в целом осведомлён о правилах поведения в подобных ситуациях, так как сам бывал участником похожих форматов и частично успел адаптироваться к ним. Но так как не являясь постоянным их участником и в целом юмор это не его главная деятельность, да и не будем исключать серьёзного отношения к себе и к своей личности, он не смог выработать идеальную реакцию и полностью скрыть возникающий стресс и эмоции, что порой выражалось в не совсем адекватных защитных механизмах. Александр Шпак Александр Шпак весьма яркая и заметная личность. Буди-билдер, блогер, звезда инстаграма прославился благодаря эпатажной внешности. Вполне закономерно, что именно внешность стала главным объектом шуток. С самого начала и в течение всего шоу комики неустанно провоцируют Шпака, сравнивая с инопланетянином, с животным, с людьми Икс, с Таносом и так далее. Я прилетел в планеты Пандора 6 лет назад. Ты Росомаха, да? Шпак на все шутки о внешности отвечает ритуальной улыбкой, демонстративным искренним выражением положительной эмоции. На лице маска вежливости. Либо не будем отрицать результат ботокса, когда некоторые морщины неактивны и по ним сложно определить искренность улыбки. Такое выражение лица, реакцию на шутки мы видим почти все время, кроме одного момента. Тараса, с которой они воюют. Здесь уже видим искренний смех и выражается очень отчетливо. Александр сдержанно реагирует на оскорбление и шутит в ответ на шутки комиков. Поддерживай их. Это олигархи, которые, собственно, у нас были тогда. Это до того, как ты ебнулся, или потом? Это до того. В общем-то, да. Я вышел из матрицы. Вдруг мой на это потом. Ага. Ты как? То есть ты одна из сестер Вачовский. Нет, я ел синюю таблетку. Эти сиськи в жопе. Все, о чем мы говорим? Без сосков. При этом не переходит на личности и никого не задевает. Просто продолжает развивать тему. То есть не выходит на конфликт, что положительно сказывается на всей атмосфере. Затем мы наблюдаем его коммуникативную подковность в моменте, когда он дает ответную реакцию на оскорбление. Ну, чтобы ты знал, у меня сейчас женские импланты в жопе. Это мы видим. Причем там сиськи. Ты прям все у жены отобрал бывшую, да? Причем там сиськи. Я тебе могу... В жопе сиськи? Да. В целом, Шпак достаточно спокойно реагирует на перебивания, стараясь игнорировать их и порой продолжая историю. Вообще, игнорирование таких перебиваний срабатывает часто в обратную сторону того, кто это использует и дестабилизирует самих комиков. И даже, когда уже не выдерживает, то по-прежнему не агрессивно выражает недовольство через шутки. Ну, что вы меня все перебиваете на него? Как мне джентльмены? Ты все время меня перебиваешь? Ты хочешь мне понравиться? Поскольку агрессии от Шпака нет, Рустам довольно мирно поясняет, почему они все время перебивают. Без желания задеть или обидеть. Да не, мы периодически врываемся в сторону, мы типа с тобой разгоняем. Такое пояснение для гостей от комиков есть далеко не во всех выпусках. Шпак использует слова «Друг мой, дорогие мои, не матерится, не переходит на личность и держит себя достойно». Доброжелательно отвечает на шутки и высказывает агрессию. Возможно, привык к тому, что его внешность является поводом для шуток, непонимания, ненависти, постоянных обсуждений. И он успел адаптироваться к этому и выбрать наиболее успешную модель поведения. С точки зрения психологии большое количество боди-модификаций может говорить о недовольстве собой, нелюбви или даже ненависти к себе. Как мы видим сейчас, если принять во внимание именно внешность, то видим демонстрацию себя для привлечения внимания, которое образовалось, вероятно, от его недостатка. Но поведение шпака в целом нашел мягкое, неконфликтное, вежливое и воспитанное. А что произошло в выпуске с Гариком? Можно сделать вывод об авторитетности самого Гарика и его умению контролировать ситуацию. Однако, тут можно стать заложником когнитивного искажения, когда после положительного результата мы будем искать причины, которые подтверждают эту гипотезу. В этой же ситуации, мне кажется, есть один немаловажный факт. Это политический момент. Шутить в сторону Гарика необходимо было крайне корректно и деликатно, так как это медийная личность с определенными связями в этой среде и любая роковая ошибка могла бы повлиять на карьеру участника. Исходя из проанализированных отрывков, становится очевиден следующий момент, что успешность реакции в подобных ситуациях, помимо индивидуальных особенностей личности и его психологической подкованности, играет процесс адаптации и осознанности поведения в рамках этого контекста и принятия его правил. То есть, если у нас есть опыт проживания какой-либо ситуации несколько раз, мы с большей вероятностью найдем лучшее решение ее проживания в будущем. В новом контексте мы должны пройти определенный период адаптации, чтобы оценить эти условия. Безусловно, период этой адаптации и успешности реакции зависит от индивидуальных качеств. И совсем верно тут будет выделять универсальные правила поведения, потому что два разных человека при одном и том же подходе могут выдавать разный результат. Исходя из анализа нескольких участников, мы можем выделить стратегии поведения, которые могут давать максимально эффективный результат защиты от юмора подобного рода. Игнорирование попыток сбить себя с толку, вывести из строя и концентрироваться на фразах, которые выставляют с непривычной для тебя стороны. Согласие со словами и тезисами, которые направлены в сторону тебя. Продолжение и подключение к рассуждению о сказанных фактах касательно тебя, даже если они оскорбительны. И неиспользование контр-атак и ответных нападок, так как банально можно не справиться с последующими нападками и есть вероятность создать новые цепные реакции. Поднобные рекомендации часто используют и приглашенные комики на шоу, будучи осведомленными о правилах поведения в таких ситуациях и наверняка уже адаптированы к ним. Противоположное поведение повышает уровень стресса еще больше сбивает с толку гостя и кажется, что он не справляется с этим натиском. С точки зрения повышения стрессоустойчивости, такой опыт, участие в такой передаче имеет место быть. Но нужно помнить, где начинается юмор одного, для другого он заканчивается. Неосторожно сказанная шутка может являться шуткой только для одного объекта коммуникации. Поэтому будьте осторожны в своих высказываниях. А на сегодня у меня все. Наблюдайте за людьми, чтобы не оставаться в другах и быть на шаг впереди. Скоро увидимся.